Я Королевский Коргик, от Корги всем восторге, я стану даже круче, чем Бублик и Бандит. Я Королевский Коргик, от Корги всем восторге, я суперменок Коржик, я буду знаменит. Всем привет, коржата! Меня зовут Великий Корг 3, я самый крутой Корги на Ютубе. Вернее, пытаюсь таким стать. Если вы немедленно не подпишитесь на мой канал и не поставите лайк, то вам капец. Со мной в квартире живут два грозных волка, Бандит и Бублик. И они, если чё, за меня впишутся. Друзья, зовут меня Коржик, и если ты напишешь в комментах, что будешь со мной дружить, то тогда можешь назвать меня Коржиком. Ну что, волосатые мешочки с какашками, где мы вас вчера развели? Я вообще ржу? Они реально поверили, что вызвали пирата Фокси из Смэфа. Да откуда мы знали, что кекс умеет в него превращаться? Да, и вообще, если мы волосатые мешочки с какашками, то вы ушастые фрикадельки. Я вам сколько раз говорила, нас так не обзывать. Коржата, придумайте и напишите в комментах смешные и обидные прозвища для Бублика и Бандита. Мы будем ими обзываться. Ты чему своих подписчиков учишь? Оранжевая фигня. Хосята, если вы напишите в комментах обзывалки, вам сразу капец. Да, мы придём ночью и укусим вас за бочок. А вас за то, что вы просите своих подписчиков гадости нам делать, мы вообще сейчас сожрём. Спасите, помогите, хулиганские волки хотят маленьким миленьким Корге откусить бошки. Придётся использовать против них мой супер пук. Сдурел, у нас запрещено химическое оружие. Ничего не знаем, мы королевские Корги, нам всё можно. Если кекс это сделает, то мы попросим младшего человека мыть вам сегодня лапы. О нет, только не лапы. Кому ты веришь, Кександр? Всё равно они это делать не будут, потому что на улице снег и у нас лапы чистые. Точно, нам их протрут тряпкой и всё. Да, брателло, походу мы ошиблись, тебя всего искупали. А нечего было в лошадиной каташке носом ковыряться. Да я споткнулся и упал, нечаянно. Ага, нечаянно, а рылся там зачем? А вдруг там клад спрятан был? Чего? Клад? Ну да, теоретически лошадь же могла сожрать горточку золотых монет. Вот я на всякий случай и поискал. Боже, что за запах такой ужасный? Кекс тебе запрещено использовать в квартире Супер Пук. Это не Супер Пук, это Кекс в клад искал. Хе-хе-хе-хе-хе. Клад золотых монеток, которые сожрала лошадка? Это я ему рассказал о такой возможности. Ты что меня обманул, Ваучара? И я теперь весь мокрый и до сих пор воняю из-за тебя. Ты сейчас у меня за это получишь по всей своей наглой хосячьей морде. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Спасите, помогите, на меня напали ужасные огромные лисы. Да, а ещё очень коварные. Брателло, а ты почему бандюгана не грызёшь? Ты что, не крутой, а ботаник? Чего? Я не ботаник. Я самый страшный и коварный огромный рыжий лис. Я очень крутой. Ага, ну только почему-то на меня нападает сегодня только один кекс. Ты что, испугался, волосатая сосиска? Ничего я не испугался. Я просто жду момента, чтобы коварно укусить тебя за хвост. Чего? Это я сейчас тебе твой хвост рыжий откушу. А, нет, прости, его уже кто-то откусил до меня. Хе-хе-хе-хе-хе. Очень смешно, бандит. Юмор восьмидесятого уровня. Какие же выхаски всё-таки примитивные существа. У вас все шутки плоские. О, пацаны, пошли колбаску выпрашивать у человечихи. Человечиха, а ну быстро дай колбасу. Да, иначе мы на тебя натравим коржика, и он будет тебя доставать своими неплоскими шутками. Хе-хе-хе-хе. О, кстати, вы знали, парни, что я умею взглядом предмета двигать, не прибегая к хозяйшей магии. Это брехня, этого не может быть. Смотрите и учитесь. Сейчас этот бутер мне сам залезет в пасть. Главное, посильнее напрячься. Во, э-э, смотрите, он двигается. Ам, и готово. Я всё вижу, это тебе человечиха его дала. Ничего подобного, это я взглядом заставил его двигаться. Я тоже так могу, смотрите, одним взглядом. Иди сюда, мой бутербродик, сейчас я тебя схромкаю. И вы реально думаете, что мы вам поверим? Ты языком его своим вонючим трогаешь, вот он и шевелится. Блин, да как, мы же думали, вам видно не будет, вы же мелкие. И то, что происходит на столе, вам не видно. Бандит, если ты сам дебил, это не значит, что остальные тоже. Надо всего лишь подальше отойти от стола, вот сюда. И всё прекрасно видно. Да, чё-то я об этом не подумал. Вот, спасибо тебе человечиха. Парни, пойдём, может, в комп порубимся. А там же вечно младший человек сидит. Надо придумать, как его выгнать. О, я знаю, надо сказать, что под окном его цыпочка ждёт. Он обрадуется и побежит с ней на свидание целоваться. О, а чё, у младшего человека есть цыпочка? А почему я ничего не знаю? У него этих цыпочек секселён миллионов было. Сначала он с Полиной встречался, потом с Вирджинией. Летом он себе новую Алину нашёл. Ну и где они все? Сдохли, как и весь девятый А. Их сожрал пришелец чужой, когда они на море поехали. Ага, печалька. Из крутых деток тогда немногие выжили. Отец, ну если его цыпочки все сдохли, с чего ты решил, что он поверит в то, что его кто-то под окном ждёт? Ну а чё, к нам же уже приходили всякие цыпочки знакомиться с младшим человеком? Хе-хе-хе, ты о том случае, когда к нам припёрлась сиреноголовая леди Гудок? Дра, Тути, а Тимофей выйдет гулять. Скажите ему, что его девушка пришла. Ну, не знаю, она вроде ничего, так у неё такие большие эти, как их там, сирены. Короче, как я понял, не прокатится эта история с цыпочками. Не сможем мы младшего человека прогнать с компьютера. Жалко. А я так хотел поиграть в Майнкрафт. Рожата, напишите, а вы играете в Майн или в Бравл Старс? А давайте просто попросим у него комп, чтобы поиграть. Вдруг прокатит. Младший человек, дай нам в комп поиграть. Младший человек, ты чё, оглох, ты чё нам не отвечаешь? Вообще-то к тебе обращаются благородные королевские псы. А, ну ещё и ты дворняшки, хаски. Я тебе сейчас ухатку шо, оранжевая фигня. Так, парни, отстаньте. Я вот смотрю, что происходит у крутых деток. А, понятно, смотришь на своих бывших цыпочек, которых сержант пришел из вчерой? Вообще-то это не смешно, бандит. Ой, ну прости, младший человек, я знаю, что ты по этому поводу переживаешь. Так, зачем ты смотришь Кулкидс? Там уже другой класс с аномалиями сражается вместо девятого А, седьмой Б. Потому что это всё связано между собой. И я, и девятый А, и седьмой Б, и вы. Всё это часть одной большой истории. Не понял, поясни. Смотрите, сначала аниматроники, белый и чёрный сиреноголовый, пришли к нам. Ну да, чёрный сиреноголовый хотел сделать нам всякие гадости. Но Кекс довёл его до сердечного приступа, когда сожрал игрушку сиреноголового. Это потому что я чёрный лис, я ужас, летящий на крыльях ночи. А ещё он испугался того, что я умею превращаться в Мега Тейлза Экзе. Ку-ку, ёжики! Всё верно, но оказывается, что чёрный сиреноголовый выжил и пришёл крутым деткам. А, ну я помню, он чё-то такое говорил, он хотел вырвать им молочные зубы. Ну при чём тут мы или ты? Седьмой Б сам отлично справится, я уверен. Вот, смотрите, какой я видос нашёл у седьмого Б. В девятом А училась одна агентесса из ЦВУ, Ульяна. В наследство от неё мне достался телефон с прямым вызовом аномалии. Офигеть! У Дуревича есть генератор полей? Вот именно. А что такое генератор полей? Ну это даже я знаю. В первую очередь это машина времени. Мне нужен этот генератор, чтобы вернуться назад во времени и спасти девятый А. А для этого нам надо помочь крутым деткам завалить чёрного сиреноголового и аниматроников, да? Не совсем. Они уже их завалили. Вот, смотрите. Да вы можете быстрее или нет? Да у нас уже руки затекли. Невозможно уже. Смертью Слуберакус! Ядры! Ядры! Ну тогда нет проблем позвонить Дуревичу и попроси у него генератор полей во временное пользование. Если бы было всё так просто. После того, как они уничтожили аниматроников и чёрного сиреноголового, они попали в новую беду. Это чё ещё такое? Это же как долго нас не было, что тут рельсы проложить успели. Да мы в шоке, честно говоря. Когда мы перемещались к вам, этого тут не было. А может это прикол какой-то? Типа мы теперь между кабинетами будем на паровозике кататься. Да нет, вряд ли. Что-то странно всё это. Конечно странно. У нас в школе рельсы. Они что, решили из школы метро сделать? Да какое метро? Не несите чепухи, Вальдомар Юрьевич. А чё тогда? Не знаю. Седьмой Б. Может это в ваших рук дело? О нет, это поезд-пожиратель. Ну всё, теперь нам точно конец. Так, ладно парни, хватит игр. У нас вообще серьёзная миссия. А мы с вами тут в снегу валяемся. Да точно, мы должны помочь седьмому Б победить поезда-пожирателя. Да, но для этого нам нужен всего один маленький пустячок. И какой же? Сам поезд-пожиратель. Он же сейчас доедает крутых деток. Нам надо его найти. Ага, чтобы он у нас сожрал. Дулечки-пердулечки. А есть другие варианты? Можно с помощью хосячьей магии сделать тренировочный макет поезда-пожирателя и попробовать его уничтожить. Это гениально. А чего мы ждём? Хосямба-мосямба, тренировочный поезд-пожиратель-появлямба. Хреновая у вас магия. Рельсы появились, а никакого поезда нет. А, это поезд-пожиратель-появлямба. Парни, а зачем мы побежали? Это же тренировочный поезд-пожиратель. Ага, а выглядит как настоящий. Я лучше спрячусь. Всё, я спрятался. Меня видно? Абсолютная невидимость. Ты просто отлично замаскировался. Отлично. Коржак, ты приготовил советы наших подписчиков о том, как грохнуть поезд-пожиратель? А мы уверены, что это тренировочный поезд-пожиратель. Слышь ты, машинист, твой поезд нас точно не сожрёт. Ну что вы, у меня все функции поезда-пожирателя за исключением пожирания. Давайте уже пробуйте меня уничтожить. Вот все бы аномалии были такими, мир был бы намного прекраснее. Итак, первый совет. Кургий Пук, Кександр, давай! Ничего не выйдет. Мне не страшен Супер Пук Кекса, потому что у поезда нет носа. Максимум, что будет, глаза заслезятся. Облом. Тогда пробуем второй совет. Щи-щи-выщи-пять-щи-пи-щи-щи-щи-зэ-б-6-0-0-0-5. Вы совсем ку-ку. Это не совет, а просто бессмысленный набор букв и цифр. Вот облом. А мы надеялись, что это секретное заклинание, которое тебя уничтожит. Ладно, пробуем дальше. Я сейчас превращусь в Мегалиса Тейлза Экзе и тебя вдохну. Увы, и здесь я вынужден вас огорчить. Поезд-пожиратель может сожрать что угодно, даже Мегалиса. Сразу, конечно, он в поезд не поместится, но можно откусывать по кусочку. Какой ужас! Я не хочу, чтобы от меня по кусочку откусывали. Парни, срочно пробуем следующий совет. Нужно убрать под ним рельсы, и тогда он исчезнет навсегда. Вот вы наивные. Как вы уберете рельсы из-под поезда, если он на них стоит? А если вы подойдете к ним, поезд вас сожрет. Да, в принципе логично. Раз логичные советы не помогают его завалить, давайте попробуем нелогичные. Поезд-пожиратель можно победить, если вызвать горку-пожиратель. Это совсем тупо. Что, горка-пожиратель может сожрать поезд-пожирателя? Ну, а фиг его знает, вдруг сработает. Три-четыре. Хасямба-масямба, горка-пожиратель-появлямба! Капец! А почему горка-пожиратель белая? Ты лопух, Хиксандр. Потому что она добрая и жрет только плохих. Таких вот, как этот поезд-пожиратель. О, нет, это горка-пожиратель. Она меня сейчас сожрет. Вау, у меня нет слов. Эффектно сдох этот поезд-пожиратель. Отлично, миссия выполнена. Продолжение следует... Продолжение следует...